Sustainable Urban Mobility Plan. То есть наша задача разработать для города план меськой мобильности, сталой меськой мобильности. Пункт второй – это транспортная модель. Безусловно, если мы говорим о микромобильности, это есть неотъемлемая часть большой мобильности. И когда мы проведем исследование, мы в том числе будем проводить опросы о потребности того или иного вида транспорта. Это будет полезно и для вас, и для нас. Поэтому я думаю, что тут нет смысла, может быть, ну, смысл, конечно же, есть создать рабочую группу конкретно для вас, как участников рынка, для того, чтобы у нас была более плотная коммуникация. Ну, она и будет. Но есть смысл, чтобы вы, как участники рынка, вошли в единую группу по, скажем так, плану сталой меськой мобильности для города. Для того, чтобы, в общем-то, ваш транспорт не был тем, чем он становился в начале этого года, когда у нас какое-то недопонимание было, конфликты и так далее. Конфликты, в первую очередь, там, связанные с, я имею в виду, люди были недовольны, связанные с безопасностью. Поэтому, слава Богу, что мы имеем возможность коммуницировать, и понимание какое-то есть друг к другу. Я думаю, что вместе все получится. Сегодня мы подписали меморандум про сотрудничество с операторами, которые предоставляют услуги по прокату самокатов, электросамокатов. Это, в первую очередь, Jet, Bolt и Kiwi. Если говорить о важности этого документа, безусловно, мы понимаем, что микромобильность уже есть неотъемлемой частью любого современного города. И предстоит достаточно большая работа для того, чтобы как-то упорядочить взаимоотношения между операторами и городской властью. Но мы понимаем, что этот транспорт должен стать удобным, понятным и, самое главное, безопасным. Поэтому городской совет, в свою очередь, уже сделал достаточно важные шаги. Мы приняли решение о создании так называемых зонирования режимов работы электросамокатов, в первую очередь, по скоростным режимам, для того, чтобы это было безопасно и удобно. И второе решение было принято, в котором мы, совместно отработав с операторами, пришли к выводу, какие места первичных стоянок самокатов должны у нас быть. Это первые шаги. Безусловно, дальше нам необходимо как-то совершенствовать систему наших взаимоотношений. К сожалению, законодательство немного отстает, но я думаю, что понимание у нас есть, и мы будем дальше развивать такой вид транспорта. И микромобильность – это есть неотъемлемая часть любой городской инфраструктуры, современной. Мы планируем дальше двигаться в направлении так называемого плана сталой месикой мобильности. То есть, по сути, это транспортная стратегия города. И планируя, скажем так, развитие городской транспортной инфраструктуры, мы понимаем, что мы должны учитывать и такие вещи, как микромобильность электросамокатов, электротранспорта и других видов транспорта. Для этого мы будем дальше взаимодействовать как с операторами, так и со всеми участниками движения и городской транспортной инфраструктуры. Продолжение следует...